Война вынудила семью Анастасия и Алексея покинуть родные стены и мастерскую в Краматорске. После того, как российский снаряд разорвался неподалеку от дома, решили бежать с маленькими детьми на руках и несколькими сумками. Анастасия вспоминает, очень боялась неизвестности, но страх за жизнь детей был сильнее. Был последний бах, который расставил все точки, и мы решили ехать. Пытаемся как-то, сначала тяжело, все равно душа рвется домой. Но головой понимаешь, что пока это невозможно. Бахмут держится. Это крепости для Краматорска, Славянска, других городов. Но мы не знаем. Даже у нас дома месяц назад упали два снаряда в 500 метрах от нашего дома. Воспоминания о тех взрывах до сих пор вынуждают просыпаться среди ночи. Даже сейчас, за сотни километров от родного дома, Настю Алексея не покидает тревога. Чтобы не погружаться в отчаяние, супруги решили возродить свое дело. Алексей специально вернулся в Краматорск, чтобы вывезти оборудование. Все запасы, что под подушкой лежали, все ушли. Я когда ездил с отцом за оборудованием, где-то неделю мы собирались, грузились. Я раз десять видел людей. Идешь, пусто. Кое-где на мангале кто-то еду готовит. Алексей и Анастасия нырнули в работу. Если раньше изготавливали предметы декора, теперь сосредоточились на игрушках. Было много всего разного. Ассортимент был очень большой. Но сейчас мы основное направление выделили. Это детские развивающие игрушки. Война. Война – это ужасно. Но дети не должны чувствовать наше возбуждение. Они должны все равно радоваться каждому дню. Вот первый этап. Вырезали основу для алфавита. Супругам удалось наладить производство, хотя сырьем и возникли сложности. Раньше использовали белорусскую фанеру, а теперь, конечно, нет. Сейчас из Прибалтики возят. Литва, Латвия. Каждая поставка материала или краски, какое-то оборудование – все с каждым месяцем дороже и дороже. Но несмотря ни на что, есть заказы, а работа отвлекает и приносит удовольствие. Делится семья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова